14-й съезд женщин в Якутске приветствовал сегодня почтенную гостю Елену Руфову из Верхневилюйска, которой на днях исполнилось ровно 100 лет. В честь этой редкой круглой даты глава республики Егор Борисов вручил знак долгожителя Якутии УЕСАС. Указ главы республики Саха-Якутия вручить почетный знак долгожителя республики Саха-Якутия УЕСАС Руфовой Елене Псенопортовне, Ветерана Великой Отечественной войны, кавалеру Ордена Трудового Красного Знамени, отличному потребительству кооперации СССР, почетному гражданину Верхневилюжского луса. Елена Сенопортовна родилась в семье родцу Верхневилюжского района в семье Иванова Сенопорта и Крамасты, десятым ребенком. В юном возрасте осталась сиротой. Пришлось рано найти в оброслую жизнь, начать зарабатывать, из-за этого заканчивала только 6 классов средней школы. Позже отучилась на курсах продавцов. В 1952 году вышла замуж за Анисимова Ивана Даниловича. Вместе с ним воспитали достойных сына и дочь. Сын Аркадий Анисимов, ветеран следственных органов России, дочь Натальи Анисимова, ветеран педагогического труда. Есть внуки и правнуки. Когда еще зрение позволяло, почти до 100 лет, я немного занималась шитьем, читала журналы с крупным шрифтом. Но сейчас много не читаю, смотрю новости и концерты. За остальным не слежу, берегу зрение. Всем желаю счастья, это самое главное. И хорошо, если есть успехи на работе. Елена Руфова благодарна судьбе, что та подарила ей долгие годы жизни и ясность ума, что позволила понять это.